Всем привет! Спонсор этого видео моя игра по SCP The Lost Signal, и в ней теперь есть две бесконечные открытые локации, зомби мир и статичная радиовышка. В следующих версиях эти два мира будут существенно дополнены, ссылка в описании. Кстати, много народу жалуется на не очень хорошее управление в ней. Мне бы очень помогло, если бы вы привели в пример хорошего управления в мобильной игре с видом от первого лица. В игровой индустрии случается много интересного, но некоторые события заставляют задуматься о том, в каком мире мы вообще живем. Как я много раз говорил, игры это искусство. Иногда искусство говорит с нами об очень мрачных вещах. Один из представителей такого искусства это PetScope. Вы никогда не слышали о такой игре? Не мудрено, ведь ее на самом деле даже не существует. Но в нее играют и даже делают панией летсплеи, которые показывают игровой процесс этой несуществующей игры. И это само по себе удивительно. Но так же как и у Доки Доки, у этой игры есть своя изнанка. И она намного жестче, глубже и страшнее. И вот я сейчас серьезно. Если вы впечатлительный человек, я не просто так написал 18+, в названии видео. Если вам мало лет и вообще вам противопоказана всякая жесть, не смотрите это видео. Жесть будет. Итак, летсплеи по PetScope выходят на одноименном канале на ютубе. И похоже, что владелец канала вообще единственный человек, у которого есть эта игра. Если она вообще существует, конечно. Да, эта игра на первую PlayStation от компании Garlyna. Такой компании не существует, я уже погуглил. Выглядит эта игра вот так. Графика, прямо скажем, странная. Если не сказать уродливая. По сюжету игры нам нужно ловить разных монстров, как в покемонах, решая загадки. В самой игре нам говорят, что монстры могут не хотеть идти с нами из-за страха. Мы должны поймать их против их воли. И тогда они полюбят нас. Далее автор говорит, что на диске с игрой был написан пароль. Он ввел его, и игра преобразилась. Веселенькая атмосфера сменилась темным местом. И заходя немного вперед, это место существует не для того, чтобы напугать нас. Оно существует, чтобы рассказать нам о том, какие ужасы есть в нашем реальном мире. Итак, автор бродит целый час в этой локации, после чего находит подземелье. В подземелье игрок находит странного вида надгробный камень. С надписью. Майкл Хаммонд. И годами жизни 1888-1995. И последнее предупреждение. Вещи, которые будут присутствовать дальше в этом видео, реально мерзкие, пугающие и жуткие. И что самое страшное, связаны с ужасами реального мира. Вы продолжили смотреть это видео. Как говорится, User Description is Advised. Дело в том, что это несуществующая игра посвящена детям, которые погибли из-за безумия взрослых. Шерлоки с Reddit раскопали, что Майкл Хаммонд – это, скорее всего, отсылка к Лукасу Симборну, который в 1995 году стал жертвой практикующегося, в основном в США, метода лечения нарушений привязанности. Так называемой холдинг-терапии. Суть в том, что это стрессовый метод, когда непослушного ребенка удерживают силой, но говорят, что любят его. По идее, ребенок в какой-то момент должен сдаться и начать с радостью принимать слова любви. Именно это игрок и делает, по сути, с монстрами в начале. Но не все дети сдаются, некоторые долго сопротивляются, а родители излишне усердствуют. В общем, на трупе маленького Лукаса нашли 200 ушибов, а в его теле было 5 переломов. Может показаться, что совпадение только возраста и даты смерти – это мало. Но поверьте, в этой игре все об этом. Далее по ходу летсплея игрок попадает в квиттер-рум, то есть комната неудачника, а еще точнее в комнату того, кто сдался. На стене висит табличка с надписью «Do you remember being born?» Это значит, помнишь ли ты, как ты родился. Эти два намека отсылают нас к такому же случаю лечения, где погибла 10-летняя девочка. Мать этой девочки обратилась к психологу, которая предложила интенсивную версию холдинг-терапии. Девочку закутали в одеяло и предложили вспомнить, как она родилась. Для этого взрослые уселись на плотно закутанную в одеяло девочку и стали говорить ей, что она должна вспомнить, как она родилась. Она должна родиться заново или умереть. Ей задали вопрос «Do you remember being born?» На что девочка ответила «Нет». И это было последнее, что она в жизни сказала. Взрослые стали громко кричать «Квиттер» и скакать на девочке. Через 70 минут одеяло раскрыли. Сумасшедший психолог прокомментировала увиденное так. «Какая неудачница?» Спит в своей блевотине. Но девочка не спала. Врачам удалось на вертолете доставить девочку в лучший госпиталь города Денвер в США и запустить сердце. Но вскоре ее отключили от аппарата жизнеобеспечения, потому что выяснилось, что ее мозг уже умер от недостатка кислорода. Девочку звали Тара. И это имя много раз повторяется потом, по ходу игры, что подтверждает эту догадку. Например, в летсплее есть фраза «Тара говорит, что люди могут психологически пострадать после перерождения». Также автор летсплея читает, что те, кого никто не любит, будут вечно жить в этом пространстве. А затем говорит, что ему кажется, что это послание адресовано не ему, а кому-то другому. То есть не тому, кто играет. В общем, на такое вот явление я наткнулся. Все это я узнал, внимательно посмотрев три серии этого летсплея. На данный момент их вышло 13. И они продолжают выходить. Может, потом я и продолжу разбирать эту жесть. Смотреть эти летсплеи действительно тяжело. Может, и за стилем, может, и за посланием. Жуткого послания о том, как родители, пытаясь заставить своих детей себя любить, маниакально заботятся о них. И в итоге этим и убивают детей. И в этом есть какая-то ирония в том, что о таких проблемах с нами говорит видеоигра. Ведь именно видеоигра, жестокое и безответственное общество, винит в подобных проблемах. Ах, и ведь вся эта жуткая хрень происходит на самом деле. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok